Человек оставил, например, какое-нибудь научное открытие. Вот Пушкин, например, тот же. Он был, конечно, веселый парень, и так присмотреться к нему вблизи, там не так уж много было добродетелей в некоторые периоды жизни, но он совершил колоссальный подвиг в плане культурного влияния на жизнь всех нас, без исключения. Пушкин как бы интегрален, он совершил что-то такое огромное для всего русского народа, для всей нашей цивилизации. Можно за него молиться? Можно. То есть дела его о нем ходатайствуют. С кем он блудил, мы уже забыли. Уже история как бы сглотнула как бы все имена участников его пирушек, кроме некоторых. А дела его живут. Бери Евгения Онегина, и сердцу было ничего не надо, как писала Анна Андреевна. И я плыла, как африканский зной, когда Онегина воздушная громада, как облако, стояла надо мной. Это действительно очень точно передано ощущение же. Онегин великолепен, как бы человек, написавший это, достоин, чтобы зои помолились. То есть дела его ходатайствуют о нем. И грех у него там за ним пошел тоже, ему там не весело. В Арсенофе Оптинский говорил, что он видел Пушкина в видении в загрудном мире, и он был очень не весел. Однако людям могут... Ну, понимаете, о чем я все говорю? То есть дела наши остаются. Дела ученых, дела писателей, дела политических деятелей, дела священников, дела простых неизвестных людей. Они незримо остаются. И если ты делал как можно больше хорошего, ну, например, там, ты спасал человека от самоубийства, там, выплачивая его долги, например, уже и ты умер, и он умер, как бы. Но это дело не умрет. Оно таинственным образом останется во Вселенной. И будет ходатайствовать за тебя, потому что ты спас душу. Или ты был доктор, например, там, и ценой, там, неимоверных усилий спасал больных людей. Твои дела не умерли, они остались. Ну, в общем-то. Так же и у грешника. Поэтому почему история длится? То есть ты-то уже ушел, а дела твои живут, и ходатайствуют за тебя. Кому-то ходатайствует муку нескончаемую, кому-то ходатайствует радость непрестанную. Так что история продолжается. И души, как бы, оттуда уже, видимо, занимаются этим страшным созерцанием. Они видят плоды своей жизни и нуждаются в молитве. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!